Состояние халатурного сознания Это потенциально излечивающее необычное состояние сознания, которое было открыто Станиславом Гроком в 70-е годы Потому что если мы будем использовать этот термин, так как Альтернативное состояние сознания это не всегда то, что связано с излечением И для халатурного работа, мы поговорим о технических методах Терапии, которые имеют основные структуры для хорошей психотерапии Это означает предприятие, то есть инспирация, в этом случае через холотропическую опыт И тогда интеграция, конечно, тоже интеграция в реальной жизни и в реальном мире Будут иметься в виду все виды холотропной работы Это подготовительная стадия, собственно, работа холотропная практика Затем интеграция ее и затем перевод ее в ежедневную же практику жизни Здесь вы видите примеры холотропной работы, которые являются психотерапией в состоянии холотропного дыхания Это реберфинг, это работа шаманская, это инициирующие ритуалы Затем психотерапия, 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 медитация Такие процедуры, такие как регрессия в прошлую жизнь, ядерная трансформация И другие виды холотропной работы Это может быть, что-то такое измерить Органик инкурий, организационная исследование Конечно, если это сделано в более открытый статус, то это часть этого Очень странно измерять то, что относится с сознанием Итак, какие мои объективы в строить этот исследование Первое, я хотела построить исследование, которое будет конкурентным с картографией Станислава Грофа Это исследование, этот опрос, этот обзор Он должен быть конкурентен с картографией Станислава Грофа И так как в трансперсональном мире нам, конечно, необходимо больше исследование для того, чтобы эта работа приобретала большую ценность Я пыталась разработать что-то, что мы могли собрать огромное количество данных в короткое время И полезные данные, которые могут быть использованы в различных способах Статистические и другие процедуры Я создала такой инструмент, который в короткое время собрал бы большой объем данных, которые превратили бы саму работу в основная идея сбор данных Я создала этот инструмент так, чтобы можно было измерить разные аспекты холотропной работы Это также можно использовать для кейс метода, для того, чтобы проследить движение клиента И в долгосрочной перспективе, когда много данных будет собраться, можно увидеть разницу в применении разных методов в рамках колотропного подхода Эта работа создана так, чтобы быть инвариантной, многозначной, многоподходной к изменению разных методов колотропных работ Есть три основные части в этом общем большом обзоре Первая часть – это вопрос, который рассматривает сознание человека после холотропного работа И после холотропного работа И затем состояние сознания после холотропного испытания Или холотропного испытания В данном случае мы не обращаем внимание на так называемое нормальное состояние сознания Потому что мы работаем с одним человеком, когда он находится до холотропной работы и внутри нее И этот вопрос был сделан в таком случае, что он рассматривает качественные и качественные Аспекты от холотропного испытания Внутри включен, как качественные и количественные Другая часть этого исследования Это вопрос о безопасности, уверенности и интеграции Это один вопрос, который сделан из двух части И один вопрос Это вопрос о безопасности, уверенности, интеграции человека И третий вопрос решает в себя И третий вопрос решает в себя И долговременных последствий, которые происходят после холотропных практик Итак, давайте идем И я быстро иллюстрирую первую часть сервера Это вопрос, который рассматривает состояние сознания И между... Да, это вопрос Это вопрос, которые использованы в конструкции моего сервера Это основные состояние сознания Рейтинг, конечно Я думаю, это больше оперативной И также я использую в анаграме В первую отношениях Я использовал в рециденте 9 layers 9 ст集 9 points В анаграме В течение Ворчус и пассион Я не знаю, что вы регулируете с аном И так, из чего состоит конструкция этого обзора? Разнообразные шкалы и вот уточнённые опросники. So, these are the major dimensions of this questioner, of course, the major dimension, first of all, we can divide experience on pleasant and unpleasant experiences, and of course, neutral experiences. Under unpleasant experience, we have then sub-dimension of anxiety and fear, and under this goes the anxiety. Then are a few questions that in the OAV are denoted as unnamed, but I could trace it, I could combine it into a dimension of basic perimeters, matrices 2 and 3. So, second and third basic perimeters, matrix of Stanislav Grof. What was inside this unnamed dimension? Unnamed dimension, they're corresponding to basic perimeters, third and second basic perimeters matrix of Stanislav Grof. So, there are basic fears under the fear, impaired control of cognition, bodily sensation, impaired control, impaired damage, like not... Simple and complex emotions and feelings. Simple and complex emotions and feelings. Then we have neutral experiences, which can be either... We can, we can, in a holotropic experience, we can feel it as challenging or as a pleasant or as a neutral. So, under this dimension, main dimension or sub-dimension of bodily sensation, disembodiment, regression, sense distortion, religious, mystical experience, audio synesthesia or other synesthesia, vivid imagery, hallucination, insightfulness, change meaning of perception, amnesia, no self-awareness, ineffability and internal dialogue. Что касается... Что касается... Вот... Neutral or... Neutral or... Neutral or pleasant or unpleasant. Есть перечень чувств, которые имеют либо позитивную, либо негативную коннотацию. Они касаются либо опыта тела, либо отоженность тела, нагруженность телесную чувствами. С чувствами... Так... Регрессия. Так... Оторванность от времени, от пространства, ощущения большего, либо меньшего. Затем религиозные, мистические опыты, которые связаны с яростью, с силой. Аудио... Синестезия. Да. Аудио-синестезия. Элементарная визуальная... Elementary visual alternations. Визуальные альтернации. Так... Живые картины, комплексные в том числе. Видеем фантастического мира. Открытые глаза. Eyes open. Eyes open. Oh, yeah, no, this is fantastic world that you can see even with your eyes open. Ага. Это тот фантастический мир, который можно видеть даже с открытыми глазами. Галлюцинации. Это галлюцинации. Галлюцинации. Галлюцинации, да, возможно. А, это галлюцинации, да, конечно. Инсайтленность. Это ясность, чрезмерная сила, очень близость прям сильного понимания, освобождение. И изменение восприятия времени, нового пространства, разделения, то есть форментации пространства и времени. Забывание, амнезия или неосознавание себя. Инфабилити, not being able to speak about the experience, not finding the world works. Интер. 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 остается и приятная позитива разделения хороших чувств сопричастности ощущение мира радости всего живого удается делать восторга радости ощущение забав счастья происходящего части позитивное эмоциональное чувство и эмоции это все что можно было измерить все варианты сознания которые можно было измерить это 30 волонтеров участвовали в процессе у нас есть 59 претворки я делала это проверка в холотропическом претворке 20 человек проходили через 59 практик работы в холотропной работе это средняя изменения в состоянии before experience, holotropic experience and the holotropic experience, it's just yes keep this one, this one is better, keep me up, okay, this one is better, because this is actually percentage, how much does the, how much, how much the awareness of person changes, in regard of before holotropic experience and in-between holotropic experience, so what is below, so what goes in like minus percentage, is that it's more relevant for the usual state of mind, and what is above the abscess is actually what is more prominent in a holotropic experience, but the red part of the set is what is happening inside the holotropic work. So these are questions and then you have the dimensions like BPM 2 and 3 anxiety, emotions. So you can see for example that basic perimatic, like second and third perimatic matrix experience are more prominent in a holotropic experience than in normal state of mind. Yeah, and this except frozen, frozen is not only for the matrices but can also be just expression of a trance state. And also it's developed in trance very often, often this feeling of being frozen. It can be pleasant, but it can be pleasant. What is interesting here that emptiness and absurdness, feeling absurd is more prominent in the normal state of consciousness. Yes. Then anxiety is somehow connected to this anxiety before the holotropic work, but everyone is expecting something, and you are all afraid that I'm losing my mind anymore. Then emotions, basic emotions really arise during the holotropic work. But we can see that guilt, shame and hatred, so complex emotions are more prominent in normal state of consciousness. Then here is the typical picture of trance state. And this lower part is part that measures blissful, mystical experiences. So you see it's much more prominent in normal state of consciousness. So this is just illustration how we can use the questioner. So another illustration, this is for a certain individual. And it was a breath work with two sessions. So the yellow is for the second session and orange is for the first session. And I also added the difference between normal state of mind before workshop and in between first and second holotropic flatwork. So you can see this blue, there are very little changes. Maybe we can see only that in this mystical part after the between second and first and second breathwork, person stays a little bit in the previous mood of the holotropic experience. I don't know, if you want I can comment later, but there is no time to comment more about it. And this is the second part of this questioner which measures quantitative changes in consciousness. Quantitative changes. Quantitative changes. Quantitative. 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 Quantitative, yes. Quantitative, yes. Quantitative, yes. Quantitative, yes. And again, I used the ideas of Stanislavogroff, so his classification of different types of possibilities of holotropic experiences. So it's 30 possibilities, 31 is for somebody, for additionally, if somebody has experience that doesn't fall into their territories. So you hear that 10% of people said that they have like different kind of experience. But actually it's not true. They just feel they have to write down their experience or they didn't find it, but it could be classified as one of these 30. As you can see, physical and energetical feelings are the most prominent in holotropic work. 97% of all participants experience some kind of physical energy, pain. Different kind of. Different kind of. And then, as you see, one third of the people experience biographical events. Pre-natal and per-natal experiences. Then these feelings of being one with other people, with a race, with humanity. One with a race, other person. One person. The feeling of the one. Yeah. Basically, yeah. Two. Yeah. Also the feeling of oneness. The feeling of, I'm trying to figure out what kind of oneness. What's the feeling of? Being one with somebody. Unity. Unity. Ah, sorry. Unity. 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 Future. Unity. Unity. And also an identification with animal plant or inanimate matter. А также идентификация с животным, с растением или с чем-то неженым. Очень часто также был опыт архитипичный и vital... Архитипичный. Архитипичный, да, я могу сказать, но это первое, пока архитипичный. Дивайн-Натуре, Бог-лайн. Дивайн-Натуре. Убитрисутствие Бога. Как вы видите, если вы суммаризируете это по 100%. Это просто означает, что люди выбирали от 3 до 8 разных категорий. По поводу 5. Если вы посмотрите в 100% людей участвовавших, люди выбирали до 8 вариантов ответов. До 8 вариантов категорий, которых они выбирали. Семь и уверенность вопросов, это создан для того, чтобы измерить терапевтическую альнис. И это имеет смену, как «А ты знал, что вы знали о фасилитатах, или терапевтиях? Ты чувствовал приятного? Ты доверил фасилитатам? Ты уверен в это?» Что касается шкалы, которая касается безопасности, уверенности, там оказывало влияние то, насколько был известен фасилитатор, ощущение, что человека принимают, доверие. Большинство людей по поводу фасилитатора, организатора собой работать, чувствовали себя прекрасно. Но они меньше доверяли самому себе. И также, как они были с другими людьми, это очень низко на уровне. Как они были с другими людьми в группе? Нет, это было низко. Это было ниже уровня шкалы. Это интересно, потому что, когда я начинала с колотropic network 15 лет назад, это был очень разный вид, более коммунити, мы были хотели общаться, после колотropic network. Но сегодня люди просто приходят и идут, и у них нет. Когда я начинала, это было больше ощущение сопричастности, жизни вместе. Но сейчас люди приходят и уходят. Возможно, это просто другое время. Да. Вторая часть этой вопроса designed to measure the integration. Что люди сделали для интеграции после колотropic network? Потому что одна из хипотезий была, что без интеграции после проживания будет потеряна. Уверенность есть такая, что без работовой интеграции обыдь это проживание будет потеряна. и я не могу сказать definitivamente но это показывает, что это правда. Я точно не могу сказать, но наверное это так. вот 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 здесь процентом отношения то, что люди главным образом используют. они так так они используют мандалы они используют мандалы они я так последнее долгое время это не поли это церковь и больше это так . соответственно Как можно наслаждаться жизнью? Варьтесь от личных проблем, справляться с личными проблемами. Расследования к другим людям. Действовать с стрессом и травмами. Расследование с травмами. Расследование с оборудованием. Расследование с оборудованием и природой. Экологическое отношение с природой. Духовный рост. Синхронность проживания. Физическое здоровье. И страх от смерти, истинношение смерти. Итак, это быстрое иллюстрация последнего дня. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...